Село Боровлянка, Троицкий район. В 42-м году оно стало второй родиной для детей блокадного Ленинграда. Сюда, в глубокую Сибирь, эвакуировали 200 малышей. Многим было не больше 5 лет. Но жители края узнали об этом лишь полвека спустя. Заснеженные улочки, деревянные дома, поленница вдоль забора. Точно таким же это маленькое село было и полвека назад, зимой 42-го. Тогда в Боровлянку прибыл товарный эшелон с самым ценным грузом северной столицы. Мирная сибирская тишина оглушила ленинградских детей. Неправда, что от стражки той зимы остались лишь могильные столицы. Она жива, пока живы и мы. Почему выбор пал именно на Боровлянку, доподлинно неизвестно. В Краевом архиве найден лишь один документ – справка о прибытии эвакуированных детей. Почему их отправили на Алтай, гадали местные жители. По самой реалистичной их версии, сюда привезли детей врагов народа. Потому так далеко, потому домом для малышей стали огромные бараки, где раньше жили ссыльные. Потому уже взрослыми ленинградцы не могли найти о себе никаких сведений. Шоколадки, вот они, петербургские. Коренная ленинградка Нина Ломакина угощает гостей только нашими, как она говорит, конфетами. Ее, как и многих, увезли на Алтай в 42-м из ленинградского детдома. Мама и папа погибли. По крайней мере, так ей сказали. По документам полная сирота. Здесь обрела новую семью. Местную женщину из-за прически приняла за маму. Вскоре девочку дочерей. Так Нина Андреевна и прожила всю жизнь в Боровлянке. Сейчас у нее четыре внука, три правнука, дом. Говорит, Алтай за всю жизнь полюбила. Но так к нему и не привыкла. Я бы лучше погибла бы, но на своей земле. Вместе со своими, где мои все погибли. Вот я даже думаю, если мне было бы лет 10, если меня бы забирать начали, я бы сбежала все равно. Наталья Крахмалева так никогда не скажет. В войну она была уже подростком и хорошо помнит кусочки хлеба в голодном Ленинграде. Горы трупов в морге, куда сама привезла мертвую маму и свою подругу, которую никогда больше не видела. Единственным шансом на спасение была Сибирь. Наталью приставили к малышам-блокатникам как воспитателя. Началась мирная жизнь. Но выживать приходилось и здесь. С питанием было плохо. Хуже, чем в Ленинграде. Кругом такое было низкое место, что плохо росло. Мы сидели и измеряли вот так руками колени. У кого коленная чашечка больше, вы представляете, у нас была, то есть кости обтянутые кожей. И вот у кого колено побольше, а у меня больше, а у тебя меньше. Некоторым детям крохи еды не помогали. По воспоминаниям, малыши были больны дистрофией. Организм уже не принимал пищу. Каждый третий ребенок, эвакуированный из блокадного города, умирал в первые недели. Сказывались подорванное здоровье, голод, холод, долгая дорога. 88 могилок. Почти все безымянные, сейчас утерянные. Восстановить удалось лишь 65 фамилий. Поиски начались поздно, в 95-м году. Именно тогда местный журналист Елена Каленская опубликовала в районной газете воспоминания очевидцев, впервые обнародовав факт эвакуации. Годами позже детей Ленинграда разбросало по детдомам края. Многие с Алтая так и не уехали. Оторванные от семьи и родины, они предпочли забыть о статусе ребенка блокады. Сейчас в Боровлянке живы только две ленинградки. Еще одна приезжает из Заринска. Встречаются в годовщину полного снятия блокады. У памятника, кстати, единственного в крае. История Боровлянских блокадников потрясла молодую петербурженку Елену Сафину. Четыре года девушка занимается проектом «Везде и всюду ленинградцы». Пишет своих земляков, восстанавливает их связь со своей малой родиной. Тема войны ей близка. Семья Елена пережила блокаду в городе. Мужчины защищали страну на фронтах. И вот теперь их внучка возрождает историю военного Ленинграда. Изучает судьбы людей, разбросанных по регионам страны. Отдавая таким образом честь подвигам своих предков. Ленинградцы, они чистые, честные и настоящие. Наши боровлянские бабушки. По ним абсолютно видно, что они петербуржцы. Они говорят, как петербуржцы. У нас есть что-то такое свое. А культурный код, я не могу это объяснить, я это очень хорошо чувствую. Но то, что в Боровлянке с этим культурным кодом все, мне кажется, это абсолютно точно. Каждый день Елена отправляет письма коренным ленинградцам во все концы России. 140 из них она привезла на Алтай. Их писали питерские школьники. Это подарок для боровлянских учеников. Девушка мечтает в будущем наладить культурный обмен между Санкт-Петербургом и Боровлянкой. И организовать поездку в северную столицу для внуков-блокадников. Чтобы показать им город, где жили предки. Те, кому не суждено было вернуться домой. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Анастасия Дороган, Александр Антропов.